Приветствую! Если вдруг кто-то думал, что мы уже достигли дна, оттолкнулись и движемся вверх, то нет, мы стремительно падаем вниз. Начальник военной администрации в Ивано-Франковской области всерьез заявляет о том, что они издали приказ, согласно которому теперь плановая госпитализация будет возможна только по согласованию с ТЦК и СП. Вы, конечно, сейчас скажете, стоп, такая уже история была, такая история действительно была, но потом оказалось, что вроде бы как там и приказа такого не было и прочее. А сейчас реально люди дают интервью и зачитывают публично под камеру соответствующий приказ. Ссылочку на это видео я оставлю в описании, там уже с тайм-кодами, вы посмотрите его. У меня, честно, сейчас просто, вот я когда увидел, у меня мозг разрывается, кипит. Значит, они еще что, они же ссылаются на приказ МОЗ-374, что, мол, вот есть приказ, на основании его мы это можем делать. Помимо того, что там заложен другой смысл совершенно. Да, в этом приказе разрешено военным администрациям временно ограничивать плановую госпитализацию, в связи с чем главное? В связи с тем, что, ну, определенная тактическая обстановка, ну что, давайте своими словами говорить, что такое определенная тактическая обстановка. То есть, большое количество раненых, военнослужащих, их нужно куда-то помещать, для этого мы можем где-то ограничить прием гражданских, плановых, не экстренных. Логично, вопросов нет. Но там же ж не сказано, что мы можем ограничить плановые госпитализации, но если разрешить ТЦК, тогда можем не ограничивать. В смысле, вы противоречите идее этого приказа. Идея приказа в том, чтобы освободить места для военных, которые нуждаются в неотложной помощи, а ты с плановой там, ну, можешь подождать. Ну, понятно, вообще вопросов не возникает, но в приказе же не сказано, что а с разрешения ТЦК можно всех. Это жесть. То есть, я даже, я не хочу сейчас углубляться конкретно в какие статьи, какого количества законов, какие статьи Конституции конкретно нарушены. Ну, мы сами, тут не нужно быть юристом, чтобы понять какое-то вопиющее нарушение. Это же право на здоровье, право на жизнь человека. И теперь они говорят, что они будут решать, нужно мне лечиться или нет. Ни лечащий врач, ни тот человек, который всю жизнь положил на исследование этой проблемы, на лечение, он теперь не имеет значения, его решение, что мне нужна госпитализация, вообще никакого значения не имеет. Ну, кто он такой? Ну, кто он? Ну, он всего лишь врач, да. Всего лишь там 40 лет лечит это заболевание, людей с этим заболеванием. Ну, кто он такой, чтобы решать? Решать теперь будет ТЦК. То есть, получается, они что предлагают? Я прихожу в больницу, говорю, давайте ж, вот у меня болит. Врач говорит, тебе нужна госпитализация. Но не экстренная, плановая. Пойди, получи разрешение в ТЦК. Я прихожу в ТЦК. Что там будет? Правильно. Меня отправят на ВЛК. Мол, военное положение, все дела, мобилизация. Что будет после ВЛК говорить нужно? Или так мы все догадаемся? Никто там в итоге меня не пустит в больницу, а меня пустят совершенно в другие учреждения. Ну, скорее всего, в учебный центр. Да? Потому что, скорее всего, скажут, да нормально, годен. По нашим критериям ты годен, то у врача тебе там операция нужна. Ну, что тут врач знает вообще? По нашим критериям ты годен, поэтому вот тебе повестка на отправку. Поздравляем, ты здоров. Это что такое? Ну, вот мы просто летим... Нет, наверное, мы не просто летим. Теперь мне уже кажется, что мы летим вот с ускорением. Причем, наверное, с ускорением еще большим, чем ускорение свободного падения. И государство, политики почему-то за этим не следят. Почему-то никто не кричит сейчас про права человека. Про вот эти вопиющие нарушения, про то, что ТЦКшники, они же ужасные вещи делают. Они же позорят форму, на мой взгляд, которую они носят. Понятно, не все. Понятно, не все. Там куча людей достойных, которые нормально несут службу. И я здесь ответственно заявляю, потому что мы общаемся с ними. Ну, вот как юрист, да, сталкиваюсь. И я вижу, что там люди абсолютно порядочные, несут службу достойно, так как должен нести воин ЗСУ. Но есть же вот те, которые просто наплевали на закон, у которых там есть какие-то свои планы, у которых задача срубить бабла, как можно больше людей мобилизовать, потому что есть подозрение, что за это премию ты получишь. И что они делают? Они идут просто на нарушение всех законов, которые, наверное, только можно. Я не знаю, а что на сегодняшний день они не нарушили? Правила воинского учета, понятно, там вообще не вопрос. Постанова 1487. Нарушено, нарушено. Закон про мобилизацию нарушен, нарушен. Закон про ВОИВС нарушен, нарушен. Какое количество статей Конституции нарушено, я даже боюсь считать. А что дальше? Ну вот я вообще сейчас, я вот с каждым днем, наверное, все меньше и меньше понимаю, что вообще происходит, за что люди своей жизни кладут. Вот там, на передке, значит, одни бьются и оставляют там свои жизни для того, чтобы Украина была самостоятельным, правовым государством, социальным государством, где человек, это действительно наивысшая социальная ценность, а другие здесь, в тылу, в той же самой форме, что самое ужасное. Они вообще непонятно, что делают. Они такое ощущение, что работают вообще на другую сторону, что они хотят, я не знаю, что дискредитировать вообще всю эту компанию по мобилизации. Ну вот реально такое ощущение складывается, что люди делают все, чтобы человек ни в коем случае не мобилизовался. Потому что вот такие приказы, вот такие распоряжения, они говорят для человека, что? Ну надо бежать, понятно. Надо куда-то бежать из страны, где у меня доступ к врачу будет. Где когда у меня врач скажет, что тебе нужна операция, я пойду на операцию. А не мне надо будет идти куда-то еще в ТЦК, получать разрешение, для того, чтобы полечиться. Ну это какой-то вообще нонсенс. Ну что вы делаете в то время, когда в стране, в любой стране вообще, да, во время войны, что главное? Главное патриотизм, дух вот этот. Люди должны понимать, что идет война, что ты там за страну борешься, ты знаешь, за что ты борешься. Ты знаешь, что ты в этой стране будешь жить, что ты в этой стране хорошо будешь жить. И за это ты борешься. А у нас что они делают? Человек думает, а за что мне бороться? За то, что в открытую ограничивают мои права? Где вы мне скажите, такое полномочие написано? ТЦК, вы же говорите, что вы государственный орган. И кто бы сейчас что ни говорил, что они там частные и все. Ну друзья, ну это фейки полные. Снимал уже массу видео, подробно рассказывал, что ТЦК все-таки это орган воинского управления. То есть это государственная структура. Но в таком случае есть конституция, где написано, что вы должны действовать в соответствии с законом. А покажите, где у вас полномочия принимать решение, решить не лечиться, либо запретить не лечиться. Даже в условиях военного положения и мобилизации. Где такое полномочие? Да нет его нигде. Нет. Ни в законе, ни в конституции, ни в постанове. Нигде этого нет. Ну что вы делаете вообще? Что вы творите? Я не знаю, куда смотрят высшие руководства страны, когда вот это все происходит. Ведь вы же просто, вы просто рушите все. Вот такими нарушениями прав людей. Это жесть. Это жесть. Друзья, все, наговорил уже и так. Простите за излишнюю эмоциональность, но вот не знаю, чего-то вот эта ситуация меня просто вот зацепила, потому что, ну это же мое здоровье. А ты теперь будешь какой-то военный там решать, лечиться мне, не лечиться? Ну, с какой тихой радости? Покажи мне закон, которым тебя уполномочили это делать. Ну что это такое? Все, хватит на этом. Друзья, извините, может излишне эмоционален был? Прошу меня за это простить. Я хочу, честно, вам искренне пожелать и себе, наверное, хочу тоже пожелать вот жить в стране, в Украине, которая будет действительно правовым государством. И где кто-кто, а представители власти не будут нарушать закон. Пока-пока.